Запад разобщённым, как никогда или нет? Как Вы это объясните? Много проблем. Много проблем в мировой экономике в целом, в западной экономике тоже много проблем. Старение населения, падение темпов роста производительности труда – это очевидные вещи. А вообще, в целом, такая демография очень тяжёлая. Потом, наверное, ведь сами специалисты, а Вы как раз один из лучших специалистов в этой сфере, считают, что в политике расширения Евросоюза не были учтены некоторые элементы, связанные с готовностью тех или иных экономик к вхождению в зону евро. Допустим, войти в единую валюту с достаточно слабыми показателями экономическими и удержать не то чтобы темпы роста, а удержать саму экономику от тяжелых испытаний очень сложно. Мы это проходили не только в Европе, а, скажем, мы знаем это по… сколько там, лет десять назад или больше было в Аргентине, когда они привязали национальную валюту жёстко к доллару, а потом мы уже не знали, что с этим делать. Также и вход в зону евро. Вы думаете, что евро выживет вообще валюту евро? Надеюсь, что да. Я надеюсь, что да, потому что, во-первых, мы верим в фундаментальную основу европейской экономики. Мы видим, что западноевропейские лидеры в основном идут спором, конечно, всё это понятно, мы это прекрасно тоже видим и наблюдаем, анализируем. Но всё-таки придерживаются очень таких вот… я не могу сказать правильных, неправильных, это всегда с какой стороны посмотреть, но я считаю, что очень прагматичных подходов к решению экономических проблем. И они не злоупотребляют финансовыми инструментами, накачкой, финансовой накачкой, а стремятся прежде всего к структурным изменениям, что, собственно говоря, не менее остро стоит и в нашей экономике, а может быть, даже более остро, имея в виду проблему, которую мы до сих пор не можем преодолеть, а именно доминирование нефтегазового сектора в Российской Федерации и, как результат, зависимость от этих нефтегазовых доходов. Но и в Европе тоже есть это, и независимость от нефтегаза, но структурные реформы давно назрели. И я думаю, что ведущие экономики очень прагматично и грамотно подходят к решению стоящих перед европейской экономикой проблем. Поэтому мы и держим примерно 40% наших золотовалютных резервов в евро. Как вы думаете, евро выживет, и в евро будет столько же членов, а из Европейского Союза никто не выйдет больше? Вы знаете, я не хочу отвечать на ваш провокационный вопрос, хотя я понимаю, что он может быть интересен для... Да вы много раз критиковали Европу, можно, почему бы сейчас... Да-да-да, я критиковал, но, повторяю еще раз, мы держим 40% наших золотовалютных резервов в евро, и мы не заинтересованы в развале зоны евро. Хотя я не исключаю, что могут быть приняты какие-то решения, которые консолидируют группу стран, равную по развитию экономики, и тем самым, на мой взгляд, это приведет только к укреплению евро. Но могут быть какие-то и другие промежуточные решения с целью сохранения в зоне евро имеющееся количество членов сегодня. Это не наша задача, но мы всегда очень внимательно следим, и мы желаем успехов нашим европейским партнерам. То, что вы говорили о критике, я критиковал внешнюю политику, но это совсем не значит, что мы должны совсем соглашаться. Мы действительно многие вещи критикуем и считаем, что наши партнеры совершают немало ошибок. Наверное, мы тоже, никто не гарантирован этих ошибок. Но что касается экономики, повторяю еще раз, на мой взгляд, и Еврокомиссия, и ведущие экономики Европы действуют очень прагматично и на правильном пути находятся. Можем к российской экономике вернуться. Может быть, начнем с обменного курса рубля. Я знаю, что вы скажете, что это прерогатива Центрального банка и устанавливается курс рынком. Но 19 июля, когда за доллар давали 62,8 рублей, вы сказали, что рубль слишком крепок. Вы раскритиковали эту тенденцию. Сейчас 65 рублей дают. Достаточно ли у нас лап, чтобы вы были довольны? Я не раскритиковал позицию Центрального банка. Я действительно всегда считал и считаю, что Центральный банк должен действовать самостоятельно. На самом деле он так и действует, можете мне поверить. Я не вмешиваюсь в решение Центрального банка и не даю директивных указаний правлению Центрального банка, либо председателю Центрального банка. Центральный банк смотрит, и, конечно, на то, что происходит в экономике. И, разумеется, я в контакте с членами правления, с председателем Центрального банка, но я никогда не даю директивных указаний. Если я говорил о том, что рубль слишком окреп, то я не говорил, что позиция Центрального банка неправильная. Я говорил о том, что это накладывает дополнительную нагрузку на экспортно-ориентированные отрасли экономики. Но то, что это так, мы с вами хорошо понимаем. Когда рубль послабее, легче продавать, здесь производить за дешевый рубль, продавать за дорогой доллар и получать большую выручку в долларах, а потом менять на рубли и получать больший доход. Поэтому это элементарная вещь. Но если говорить о фундаментальных вещах, то вопрос регулирования курса действительно относится к функции главного регулятора, а именно к функции Центрального банка. И здесь он должен думать, конечно, и о том, как экономика, как промышленность реагирует, но он должен думать и о своих фундаментальных задачах, чтобы обеспечить стабильность курса. Вопрос, главное, в стабильности курса. А это, так или иначе, Центральному банку при всех нюансах всё-таки удаётся. И это удалось, в конце концов, сделать после того, как Центральный банк перешёл к плавающему курсу национальной валюты. Но и Центральный банк должен учитывать и другие вещи. Стабильность банковской системы страны должен смотреть на то, как увеличивается или сокращается денежная масса в экономике, как это влияет на инфляцию. У него там очень много составляющих, о которых должен подумать Центральный банк. И лучше не трогать его компетенцию. А Вы хотели бы, чтобы рубль ещё немножко всё-таки ослаб? Это помогло бы российской экономике, вот лично Вы? Я знаю, что это не Ваша зона ответственности, но Вы прокомментировали. А сейчас Ваша позиция какая? Вы знаете, моя позиция заключается в том, что он должен соответствовать уровню развития экономики, этот курс. Потому что это всегда баланс, баланс интересов. И в нём должен отражаться этот баланс. Баланс между теми, кто продаёт что-то за границу, им выгоден слабый курс. И баланс между интересами тех, кто покупает, а им нужно, чтобы курс был повыше. Баланс между производителями внутри страны, скажем, сельхозпроизводителей, это их интерес. А здесь у нас проживает, так или иначе, с селом связано 40 миллионов человек российских граждан. Это очень важная вещь. Но также нужно не забывать про интересы просто покупателей, которым нужно, чтобы цены в магазинах были чуть-чуть пониже. Поэтому, повторяю, курс, он не должен ориентироваться на интересы конкретной группы, либо до одной-двух групп. Он должен соответствовать фундаментальным интересам развития самой экономики. Больше вы не жалуетесь, больше вы не выражаете недовольства. Я могу так сказать. Я не выражал недовольства и не жаловался. Я просто отмечал, что для одной из групп, а именно экспортеров, выгоднее было бы иметь более слабую. Что касается резервов, вы сказали, что было 500 миллиардов долларов, сейчас 400. Конечно, вы лучше, чем в начале кризиса. Вы хотите вновь нарастить до 500 миллиардов долларов. Как вы думаете, реалистично на какие показатели ориентироваться? И когда Центробанку надо начать покупать доллары, чтобы его ресурсы нарастить, нужно ли вообще? Центробанк и так постоянно покупает. Покупает, продает, покупает, продает. Это его работа. Вот за последние полгода, по-моему, золото-валютные резервы Центрального банка выросли на 14%. Он в основном... Ну, немножко вернулись к бывшему уровню, но они так же не продолжают систематически покупать доллары. Вы знаете, мы же знаем с вами о необходимом уровне запасов Центрального банка. А цель нам тоже с вами хорошо известна, но для широкой публики мы можем с вами сказать, цель золото-валютных резервов Центрального банка не в том, чтобы финансировать экономику, а в том, чтобы обеспечить внешний торговый оборот. А для этого нужно, чтобы этот уровень был бы способен обеспечить внешний торговый оборот, но для такой экономики, как Россия, как минимум на три месяца. Но у нас уровень такой, что он может обеспечить наш товарооборот, если всё прекратить работать, а вот только за счёт золото-валютных резервов, как минимум полгода, а то и больше. Поэтому это более чем достаточно. Но с точки зрения обеспечения стабильности экономики и внешний торговый оборот, у нас сегодня абсолютно достаточный уровень золото-валютных резервов. А всё другое, покупка и продажа валюты, связано с регулированием внутреннего валютного рынка. А как на это будет реагировать Центральный банк и приведёт ли это к росту ЗВРов, пока трудно сказать. Давайте не будем забывать, что у нас ещё два резервных фонда правительства, собственно резервный фонд и фонд национального благосостояния. А это и то, и другое вместе 100 миллиардов долларов. Вернёмся немножко назад. Цена на нефть, многие разные факторы. Но, тем не менее, Ваш бюджет сейчас находится в периоде дефицита. Необходимо повышать выплаты пенсионерам. В какой-то момент придётся заимствовать, занимать деньги. Будете ли Вы обращаться на внутренний рынок, либо Вы будете обращаться на внешний рынок для того, чтобы заимствовать ресурсы? Пока такой необходимости нет. У нас нет необходимости заимствовать на внешнем рынке. Хотя, как такой традиционный инструмент в мировых финансовых отношениях, мы применяем всегда и сейчас применяли. И у нас были размещения, и желающих приобрести наши инструменты финансовые достаточно. У нас просто нет такой необходимости сегодня. При наличии таких резервных фондов правительства в 100 миллиардов долларов, это просто для нас бессмысленно, имея в виду стоимость заимствования. Здесь всегда нужно внимательно смотреть. Но, кстати говоря, и заимствования тоже возможны. Надо только понимать, что выгоден на данный момент времени. Это первое. Второе. Что касается дефицита. В прошлом году дефицит федерального бюджета был 2,6%. Ну, это, согласитесь, достаточно приемлемая величина. В этом году мы ожидаем, что он будет чуть побольше, ну, где-то в районе 3%, может, 3-3 небольших. Это тоже приемлемая абсолютная величина. Но мы идём к какому пути? Мы идём по пути оптимизации бюджетных расходов. Мы в этих непростых для нас условиях, на мой взгляд, прагматичны, очень подходим к решению экономических и социальных вопросов. Мы решаем основные задачи социального характера, выполняем обещания перед населением. Но вот сейчас только правительство объявило о том, что мы проиндексировали, скажем, пенсии на 4%, но во второй полугодии не индексировали. Зато выплатим в начале следующего года, выплатим единовременно, сделаем единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей для каждого пенсионера, которая, в общем, сопоставима с компенсацией. Мы действуем очень прагматично и очень осторожно. Мы сокращаем расходы по тем позициям, которые не считаем первоочередными. И не собираемся бездумно раскидывать наши резервы, бездумно сжечь их в угоду каким-то политическим амбициям. Будем действовать очень осторожно. И надеюсь, что нам особенно и не потребуется, у нас не будет нужды во всяком случае обращаться за внешним финансированием. Ведь у нас, обратите внимание, он упал, но всё-таки сохраняется положительная сальда торгового баланса. У нас по прошлому году, вот сейчас, по-моему, за первое полугодие, 45 миллиардов долларов положительная сальда торгового баланса. Инфляция сократилась год к году в разы. В разы просто сократилась. У нас была, по-моему, к этому, если год к году смотреть, где-то под 10, что ли, процентов уже, вот если вот смотреть август к августу, а сейчас 3 с небольшим процентом. Безработица сохраняется на достаточно приемлемом уровне, 5,7 процента. У нас макроэкономические показатели стабильны. И это даёт мне основания полагать и надеяться на то, что мы спокойненько, уверенно будем проходить этот непростой период в нашей экономике, который, безусловно, уже адаптировался к современным условиям. На предстающей двадцатке, вероятно, вы в последний раз увидите Барака Обаму. Как вы знаете, что предстоят выборы в Америке и предстоит выбрать между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. С кем бы вы скорее контактировали по ту сторону океана с точки зрения геополитической ситуации с Дональдом Трампом или Хиллари Клинтон? Есть ли у вас какие-то соображения на это? Мне бы хотелось иметь дело с человеком, который может принимать ответственные решения и исполняет достигнутые договорённости. Фамилии совершенно не имеют значения. И, конечно, нужно, чтобы этот человек пользовался доверием американского народа, тогда у него будет не просто желание, но и подкреплённая политическая воля для того, чтобы исполнять все эти договорённости. Поэтому мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться в внутренние политические процессы. Будем внимательно смотреть на то, что происходит, и ждать результатов выборов. Ну а потом готовы работать с любой администрацией, если она сама этого хочет. Немножко надавлю. В 2011 году в обвинении Хиллари Клинтон в том, что она пыталась подогреть протесты, которые разгорелись в России в тот момент. Дональд Трамп много говорил о вас в 2007 году. Он говорил, что Путин прекрасно справляется в 2011 году. Он хвалил вас в следующем году. Он сказал, что вы его новый друг, лучший друг. Потом он сказал, что вы опережаете Америку. Много таких примеров. Если будет выбор между женщиной, которая, вероятно, пытается избавиться от вас, и мужчиной, который так хорошо о вас думает на грани с гоморротическими какими-то ощущениями, вероятно, мы могли бы принять решение, потому что один из таких выборов, который вы сделаете, будет более благоприятным. Вы знаете, я уже, по сути, ответил на ваш вопрос. Еще раз могу переформулировать, другими словами сказать. Мы готовы работать с любым президентом, но, конечно, я тоже об этом сказал. Настолько, насколько готова будет будущая администрация. Если кто-то говорит, что он хочет работать с Россией, но мы приветствуем это. А если кто-то, как вы выразились, может быть, неточный перевод, хочет от нас избавиться, это другой совершенно подход. Но мы это переживем. Здесь неизвестно, кто больше потеряет при таком подходе. Но вы понимаете, в чем дело? Я уже неоднократно видел, что антироссийские карты разыгрываются в ходе внутриполитических кампаний в Штатах. Я считаю, что это очень недальновидный подход. И в то же время нам присылают всякие сигналы со всех сторон, что на самом деле все хорошо. И в прежних администрациях так было, в ходе предварных кампаний, что мы там все восстановим потом. Но вы знаете, мне кажется, что это как-то не отвечает тому уровню ответственности, который лежит на плечах в Соединенных Штатах. Мне представляете, что все это должно быть более солидно, спокойно, более уравновешенно. По поводу того, что нас кто-то критикует, вы знаете, и со стороны команды господина Трампа тоже раздаются критические высказывания в наш адрес. Ну, например, один из участников или членов его команды сказал, что мы платили, якобы Россия платила, семье Клинтон через какие-то фонды и так далее. Это же, что на самом деле мы руководим семьей Клинтон. Ерунда полная. Я даже не знаю, где там Белого ступала, через какие фонды. То есть, это просто и одной, и второй стороной развивается в качестве инструмента, используется в качестве инструмента внутриполитической борьбы. Что, на мой взгляд, плохо. Но, разумеется, когда кто-то говорит о том, что он хочет работать с Россией, мы это приветствуем. И вне зависимости от того, как фамилия этого человека. По Трампу последний вопрос. Кто-то говорит, что он слишком переменчик, чтобы быть президентом США. А вы рады были бы, чтобы он стал президентом? Или все-таки Клинтон, например, предпочтительнее? Вы знаете, мы не можем отвечать за американский народ. Ведь при всем эпатаже и одного, и, кстати говоря, другого кандидата, они же оба занимаются эпатажем. Только каждый по-своему. Они же умные люди. Они очень умные люди. Они понимают, на какие точки нужно немножко поднажать, чтобы их поняли, почувствовали и услышали избиратели в самих Соединенных Штатах. Трамп делает упор на традиционный республиканский электорат, на среднего человека со средним достатком, на рабочий класс, на определенную группу предпринимателей, людей, которые придерживаются традиционных ценностей. Гаспера Клинтон на другую часть электората тоже на нее пытается воздействовать своими способами. Поэтому они друг на друга нападают. И в некоторых случаях я бы не хотел, чтобы мы брали с них пример, так как они это делают. Думаю, что это не самый лучший пример, который они подают. Но такова политическая культура в Соединенных Штатах. Это просто нужно принять как есть. Америка – великая страна, и она заслужила того, чтобы никто не вмешивался и внешне не комментировал. Отвечая на ваш вопрос в третий раз, могу сказать, что мы будем работать с любой администрацией, с любым президентом, которому окажут доверие американский народ.